Это мой самый любимый российский форум. Я уже четвертый раз. Я был на первом, втором, третьем и вот пятом. Мои впечатления самые хорошие. Прежде всего, потому что прибавляется все больше и больше друзей. Во-вторых, это форум, который, во всяком случае, по той тематике, которой я делаю презентации, делает что-то после того, как прошли дискуссии. То есть на основании тех обсуждений и докладов мы что-то делаем новое. Так случилось с образованием в онкологии. Мы подняли этот вопрос на первом форуме. Из него вырос проект, скажем, высшей школы онкологии. Из него выросли другие проекты. Сейчас это одно из самых популярных обсуждений на форуме в том числе. На втором форуме или на третьем, я уже не помню, подняли вопрос об общении с пациентами. Никогда никто этого не поднимал, тем более на онкологических формах. Из этого целое движение выросло, и все теперь этому обучаются, что замечательно. И я надеюсь, что сегодняшняя тема, которую мы обсуждали, не очень удобная по понятным причинам, но тем не менее не менее важная от этого. Мы поднимали вопрос о неформальных платежах в онкологии. Кто-то называет это коррупцией, кто-то называет это благодарностью. Но тем не менее, самый основной вывод, который я хотел бы, чтобы участники сделали, это то, что неформальные платежи влияют на те решения, которые мы принимаем как онкологи, и в конце концов на качество онкологической помощи, и на те показатели онкологической помощи, о которых мы все печемся, о выживаемости, о правильном лечении и так далее. Вот поскольку это касается наших пациентов, в конце концов, я считаю, что это вопрос для рассмотрения именно врачебного общества, и только так мы можем с врачебной точки зрения решить эту задачу. То есть это не вопрос для правоохранительных органов, это не вопрос этический, не только вопрос этический и моральный, это прежде всего вопрос помощи нашим пациентам. Продолжение следует...